Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе. Кнопка и ссылка под видео. На фоне последних новостей о том, что Россия может начать наступление на Молдову, президент Санду провела заседание Высшего Совета Безопасности. Оно прошло 19 декабря, сообщает Ньюсмейкер. В частности, говорили о рисках в сфере кибербезопасности. В администрации президента сообщили, что руководители профильных учреждений отчитались о мерах, предпринятых для укрепления потенциала киберзащиты государства. Также обсудили мониторинг и реагирование на кибератаки, законодательные изменения, которые были бы полезны в этой сфере. Получили рекомендации по тому, как оптимизировать процессы кибербезопасности, как реорганизовать систему мониторинга и реагирования на кибератаки, говорится в сообщении. Отметим, что в ноябре ряд ресурсов молдавских чиновников пострадали от вмешательства хакеров. Хакеры сломали официальные телеграм-каналы президента Санду и вице-премьера Спыну и опубликовали там сообщения о якобы коррупции в госорганах. Ранее стало известно, что Россия готовит новое вторжение. Страна-террористка планирует наступление в Молдову в 2023 году. Об этом заявил директор службы разведки и безопасности Мустяца. По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, в которых Москва пытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Молдовы. Он заявил, что сейчас вопрос не в том, начнет ли Россия новое наступление на Молдову, а в том, когда это произойдет. Мустяца отметил, что речь идет о январе-феврале-марте-апреле. По его информации, самый большой склад боеприпасов в Европе, который в селе Колбасно, в Приднестровье, охраняется россиянами с максимальной бдительностью. Одной из гипотез есть использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии. Россия неоднократно прямо угрожала Молдове, в частности, из-за сближения Кишинева и ЕС. Глава российского МИД Лавров предупреждал, что любые действия Молдовы в отношении непризнанного Приднестровья будут считаться нападением на Россию. Россия планирует вторжение в Молдову в начале следующего года. Реализация сценария зависит от развития войны в Украине. Об этом заявил директор службы разведки и безопасности Мустяца. По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через север Украины в направлении Молдовы. Он заявил, что сейчас вопрос не в том, начнет ли Россия новое наступление на Молдову, а в том, когда это произойдет. Мустяца отметил, что речь идет о январе, феврале, марте и апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия намерена пойти дальше с целью создания соединения с Приднестровьем, которое является территорией Молдовы. И тогда можно однозначно сказать, что так они намерены прийти сюда соединиться. Что будет дальше их намерения по Кишиневу мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск, сказал директор службы разведки. Он добавил, что самый большой склад боеприпасов в Европе, который находится в Колбасне, в Приднестровье храняется россиянами с максимальным рвением. Одна из гипотез использования этих боеприпасов в возможном военном противостоянии. В Молдове призвали вывести Росвойска из оккупированного Приднестровья. В Молдовском правительстве заявили, что присутствие войск России в Приднестровье нарушает суверенитет Молдовы. Незаконное присутствие русских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус государства. Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу Росвойск с территории Молдовы в соответствии с обязательствами, взятыми Россией на себя в 99-м. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.